Всем привет! В этом видео я расскажу о том, зачем нам надо понимать, что творится в топливном танке, говоря по сухопутному баке. Сразу скажу, что речь здесь идет хотя и о парусно-моторных яхтах со стационарным дизельным мотором, но и к моторным яхтам все сказанное относится в той же степени. Так для чего нам надо это знать? Увы, не для всех это очевидно, так что скажу, для того, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент, скажем, в узком фарватере при отсутствии ветра для парусов и на вальной волне или при швартовке. Некоторые искренне уверены, что фильтры справятся с защитой. Увы, они ошибаются. Фильтры просто перестанут пропускать топливо. Как-то мне пришлось в Мессинском проливе, там где паром за паромом шпарит, много других судов, зона разделения движения, вот менять фильтры при том самом, что ветра для парусов нет, а течение вполне себе есть и быстрое. Там бывает до шести узлов. Сейчас я покажу, как мы брали пробу, а после расскажу о причинах, в том числе о дизельных бактериях. Так как это катамаран, будем брать пробы с двух танков. Однако такого удобного крана забора, как тут, надо еще поискать. Сейчас возьмем пробу топлива со дна танка. Танк, кстати, алюминиевый. Вот сюда топливо и польется. После того, как я открою, вон тот кран. Что, берем пробу топлива со дна бака. Хватит, хватит, хватит. Стряхнуть надо. Обязательно. Вот такой классный кран. Сейчас мы это будем рассматривать. Так, ну купаж. Есть ли тут животные? Ну так, на взгляд нет, но грязь может быть. Сейчас наверху посмотрим. О, вытащили. Ну что, проба топлива. Ну что, ползли животные. Пошли. Что мы там видим? Ну, в общем, да. Здесь есть. Ну вот теперь на белом фоне стало видно, что там грязь в баке есть. И здесь есть. И здесь. Но это не бактерии, это просто накопившаяся грязючка. Тиньк. Тиньк. Причин загрязнения топлива несколько. Грязное топливо, залитое непосредственно с заправки. Там может быть грязь, вода, частицы материалов старых цистерн. Другая причина – это микроорганизмы. Дизельные бактерии. Как анаэробные, так и аэробные. Почему эта проблема почти неизвестна владельцам авто с дизельными двигателями? Ну, во-первых, она известна сервисным станциям. Это подтвердил мой знакомый инженер по гарантии авто. Во-вторых, плюсовая температура, влажная среда и состав воздуха способствуют размножению этих организмов, а также то, что яхты долго стоят и много ходят под парусами, и топливо не сменяется на новое. Конечно, сами топливные танки – это отдельная, большая и интересная тема, из чего их только не делают, и какие требования к ним только не предъявляются. Что такое идеальный танк, с моей точки зрения? О, сложный вопрос. Есть очень хорошие танки по материалу, по конструкции, по месту расположения, но отсутствие ревизионного лючка сводит на нет их плюсы. Да, можно вытащить топливный датчик и получить крошечное отверстие. Однако почистить такой бак полностью невозможно. Ладно, может, когда-нибудь и про танки поговорим. Одно скажу – бойтесь встроенных танков, особенно из черной стали. Их внутренняя ржавчина прям мухой забивает фильтры, а потом они начинают течь, разумеется, внутрь корпуса. Что за бактерии такие эти дизельные? На самом деле это более ста различных видов микроорганизмов – бактерии, грибы, дрожжи. Главное, что им нужно – это вода. Вода в баки попадает обычно не с самим дизелем, хотя и такое бывает, а прежде всего с конденсатом из воздуха. Как только для микроорганизмов появляется среда для размножения, вода и питательные вещества, особенно биодизель. Бойтесь биодизеля. Они начинают плодиться. Аэробные плодятся на запотевших стенках полупустого танка, образуют на них биопленку из своих продуктов жизнедеятельности. Но им нужно время. Оставьте лодку на зимовку в стране с большими перепадами дневных и ночных температур, и вы им изрядно поможете. Идеальная температура для размножения – плюс 30 градусов Цельсия. То есть для Балтики это не особо актуально, а для Средиземки и всяких Кариб очень даже. Анаэробные микробы плодятся на границе воды и дизеля. Вода тяжелее и опускается вниз. По мере скопления конденсата на дне танка данный процесс идет безостановочно. И если его запустить, рано или поздно вас застанет врасплох заглохший двигатель. Рецепт проблемы все тот же. Почаще оставляйте лодку с полупустым баком, чтобы конденсат собирался на стенках и капля за капля стекал вниз на дно полупустого бака и давал среду бактериям. Это из вредных советов. Там будет копиться сладж – слизь, которая забьет фильтр, чтобы заглушить ваш движок около наветренного берега в штормовую погоду. Что делать, чтобы избежать? Не оставлять неполным бак на время хранения лодки. Заправляться морским дизелем. В нем минимум биодобавок. А у биодизеля, который вы купите на заправке, автомобильный в Европе, и не только. Срок хранения – 6 месяцев, кстати. Обязательно проверять топливо в начале сезона. Вот как мы сейчас делали. Ну а еще и специальные лабораторные тесты на бактерии, даже антигенный анализ. Но это все вы вряд ли найдете. Ставьте фильтр-сепаратор с ревизионной прозрачной колбой, чтобы было видно загрязнение топлива заранее. В идеале ставятся два независимых фильтра-сепаратора, то есть первичной очистки, чтобы можно было переключать их, если один засорился, прямо во время движения. Ну и менять. Проводите так называемую полировку топлива. Это такая процедура – polishing. Если коротко, электронасосом перегоняете топливо из бака через каскад фильтров, ну или хотя бы один фильтр, и сливаете обратно в бак. Насосы такие продаются даже на Алиэкспрессе. Ну, можно найти и похожий автомобильный. Заливайте топливо с заправки через специальные фильтрующие воронки. Да, есть еще всякие яды, биоциды, против этих микробов, но они не отменяют полировку, если загрязнение произошло, и полностью микробов не убивают. Они, их развитие тормозят. Но в целях профилактики эти биоциды стоит использовать. А еще надо иметь запасную канистру с чистой соляркой и знать, как сделать питание на двигатель прямо из нее, а не из бака. Как ее установить, как подключить, как пустить в нее обратку. Все это надо пробовать заранее. Но понятно, что канистры хватит на недолго. Ну, хотя бы на швартовку хватит. Или разойтись в сложном фарватере. Что такое технология очистки? Это откачать все топливо, пропустить его через каскад фильтров. Такую услугу предлагают некоторые сервисы. И стоит она, ну, скажем там, 100 евро на небольшой литров 200-300 бак. Ну, кстати, можно и дешевле найти в той же Греции. Но это было раньше, до инфляции. Далее палочкой и тряпочкой снимается грязь со дна и стенок бака. Так что следите за частотой топлива и всегда берите с собой пару запасных канистр и несколько фильтров. И заранее научитесь запитывать двигатель от канистры. Иметь для этого, повторю, надо комплект шлангов и хомутов. И научиться менять топливные фильтры в морских условиях, не завоздушивая топливную систему, что не всегда получается. А о том, как развоздушить, это тоже отдельная тема. И мы готовим курс по типичным проблемам дизельного двигателя и способам их решения и, главное, предотвращения. На некоторых лодках смена топливного фильтра может быть вот совсем нетривиальной задачей. Тренируйтесь, комментируйте, ставьте лайки, что даст возможность увидеть это видео тем, кому оно нужно. Напоминаю, что мои контакты в описании к каналу. Обращайтесь с вопросами и консультациями. Также у меня есть телеграм-канал и чат к нему. Всем мирного неба! Напоминаю, что нами с яхтином инженером Максимом Макиенко сделан видеокурс по яхтенной электрике. Нельзя просто так взять и поставить литий на борт. Страховщики хотят знать, к кому они потом придут за лямом, который сгорел. Бронзовый винт, у кого-то алюминиевый селдрайв. И все это находится в электролитсе, то есть в воде. Не надо задавать идиотский вопрос. А можно 11 ампер, если написано, что 10 максимально допустимый ток? Нет, нельзя. Классическая ошибка выжившего. Те, у кого что-то случилось, просто рассказать не могут. Я ни разу не видел людей, которые бы по своей воле поставили батарейный балансировщик. Это все маркетинг чистый. Если вы владелец и вы капитан, вы отвечаете за все на своем судне. И в том числе за то, что вы пригласили какого-то человека и не знаете, что он должен был сделать. И о многом другом. Ссылка на курс в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok